Иосиф Виссарионович Сталин. К вопросам ленинизма. Часть 2. 6. Вопрос о победе социализма в одной стране. В брошюре об основах ленинизма, апрель 1924 год, первое издание, имеются две формулировки по вопросу о победе социализма в одной стране. Первая формулировка гласит. Раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран, или во всяком случае, большинства таких стран. Теперь та точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развития катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения, во всех странах мира, все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. Это положение совершенно правильно, и оно не нуждается в комментариях. Оно направлено против теории социал-демократов, считающих взятие власти пролетариатом в одной стране, без одновременной победоносной революции в других странах, утопией. Но в брошюре об основах ленинизма, имеется еще вторая формулировка. Там сказано. Но свергнуть власть буржуазии, и поставить власть пролетариата в одной стране, еще не значит обеспечить полную победу социализма. Главная задача социализма, организация социалистического производства, остается еще впереди. Можно ли разрешить ту задачу, можно ли добиться окончательной победы социализма в одной стране, без совместных усилий пролетариев, нескольких передовых стран? Нет, невозможно. Для свержения буржуазии, достаточно усилий одной страны, об этом говорит нам история нашей революции. Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства, усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно, для этого необходимы усилия пролетариев, нескольких передовых стран. Эта вторая формулировка была направлена против утверждения критиков ленинизма, против троцкистов, заявлявших, что диктатура пролетариата в одной стране, при отсутствии победы в других странах, не может устоять против консервативной Европы. Постольку, но только постольку, эта формулировка являлась тогда, апрель 1924 год, достаточной, и она, несомненно, сослужила известную пользу. Но впоследствии, когда критика ленинизма в этой части, была уже преодолена в партии, и когда на очередь стал новый вопрос. Вопрос о возможности построения полного социалистического общества, силами нашей страны, без помощи извне, вторая формулировка, оказалась уже явно недостаточной, и потому, неправильной. В чем состоит недостаток этой формулировки? Ее недостаток, состоит в том, что она связывает в один вопрос, два разных вопроса, вопрос, о возможности построения социализма, силами одной страны, на что должен быть дан положительный ответ, и вопрос о том, Может ли страна с диктатурой пролетариата, считать себя вполне гарантированной от интервенции, и стало быть, от реставрации старых порядков, беспобедоносной революции, в ряде других стран, на что должен быть дан отрицательный ответ? Я уже не говорю о том, что эта формулировка, может дать повод думать, что организация социалистического общества, силами одной страны невозможно, что, конечно, неправильно. На этом основании, я видоизменил, исправил эту формулировку, в своей брошюре, «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов», декабрь 1924 год, расчленив этот вопрос, на два вопроса. На вопрос о полной гарантии от реставрации буржуазных порядков, и вопрос о возможности построения полного социалистического общества, в одной стране. Это было достигнуто, во-первых, путем трактовки полной победы социализма, как полной гарантии, от восстановления старых порядков, возможной лишь в порядке совместных усилий пролетариев нескольких стран. И во-вторых, путем провозглашения, на основании брошюры Ленина о кооперации, той неоспоримой истины, что мы имеем все необходимое для построения полного социалистического общества. Это новая формулировка вопроса, и легла в основу известной резолюции 14-й партконференции, о задачах Коминтерна и РКП. Рассматривающий вопрос о победе социализма в одной стране, в связи со стабилизацией капитализма, апрель 1925 год, и считающий построение социализма, силами нашей страны, возможным и необходимым. Она же послужила основой моей брошюры, к итогам работ 14-й партконференции, изданной непосредственно после 14-й партконференции, в мае 1925 года. По вопросу о постановке вопроса о победе социализма в одной стране, в этой брошюре сказано. Наша страна, представляет две группы противоречий. Одна группа противоречий, это внутренние противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством. Речь идет здесь, о построении социализма в одной стране. Курсив мой. Другая группа противоречий, это противоречия внешние, имеющиеся между нашей страной, как страной социализма, и всеми остальными странами, как странами капитализма, речь идет здесь, об окончательной победе социализма. По вопросу о победе социализма в нашей стране, брошюра говорит. Мы можем построить социализм, и мы его будем строить вместе с крестьянством, под руководством рабочего класса, ибо при диктатуре пролетариата, у нас имеются все данные, необходимые для того. Чтобы построить полное социализм, преодолевая все и всякие внутренние затруднения, ибо мы можем, и мы должны преодолеть их, своими собственными силами. По вопросу же об окончательной победе социализма, там сказано. Окончательная победа социализма, есть полная гарантия, от попыток интервенции, а значит, и реставрации, ибо сколько-нибудь серьезная попытка реставрации, может иметь место, лишь при серьезной поддержке извне, лишь при поддержке международного капитала. Поэтому поддержка нашей революции, со стороны рабочих всех стран, а тем более победа этих рабочих, хотя бы в нескольких странах, является необходимым условием, полной гарантии первой победившей страны, от попыток интервенции и реставрации, необходимым условием окончательной победы социализма. Кажется ясно. Известно, что в том же духе, толкуется этот вопрос, в моей брошюре, «Вопросы и ответы», июнь 1925 год, и в политотчете ЦК, на 14 съезде ВКП, декабрь 1925 год. Таковы факты. Эти факты известны, я думаю, всем и каждому, в том числе, и товарищу Зиновьеву. Если теперь, спустя почти два года, после идейной борьбы в партии, и после принятой резолюции, на 14 партконференции, апрель 1925 год, товарищ Зиновьев, находит возможным в своем заключительном слове, на 14 партсъезде, декабрь 1925 год, вытащить старую, совершенно недостаточную формулу, из брошюры Сталина, писанной в апреле 1924 года, как базу для решения уже решенного вопроса о победе социализма в одной стране. То это своеобразная манера товарища Зиновьева, говорит лишь о том, что он окончательно запутался в этом вопросе. Тащить партию назад, после того, как она ушла вперед, обходить резолюцию 14 партконференции, после того, как она подтверждена пленумом ЦК. Это значит безнадежно увязнуть в противоречиях, не верить в дело строительства социализма, сойти с пути Ленина и расписаться в своем собственном поражении. Что такое возможность победы социализма в одной стране? Это есть возможность разрешения противоречий между пролетариатом и крестьянством, внутренними силами нашей страны, возможность взятия власти пролетариатом и использования этой власти для построения полного социалистического общества в нашей стране. При сочувствии и поддержке пролетария в других стран, но без предварительной победы пролетарской революции в других странах. Без такой возможности, строительство социализма, есть строительство без перспективы, строительство без уверенности, построить социализм. Нельзя строить социализм, не будучи уверен, что его можно построить, не будучи уверен, что техническая отсталость нашей страны не является непреодолимым препятствием к построению полного социалистического общества Отрицание такой возможности, есть неверие в дело строительства социализма, отход от ленинизма Что такое невозможность полной, окончательной победы социализма в одной стране, без победы революции в других странах? Это есть невозможность полной гарантии от интервенции, а значит, и реставрации буржуазных порядков, без победы революции, по крайней мере, в ряде стран Отрицание этого бесспорного положения, есть отход от интернационализма, отход от ленинизма Мы живем, говорит Ленин, не только в государстве, но и в системе государств, и существование Советской Республики, рядом с империалистскими государствами, продолжительное время немыслимо В конце концов, либо одно, либо другое, победит А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкновений, между Советской Республикой и буржуазными государствами, неизбежен Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет, и будет господствовать, должен доказать это, и своей военной организацией Мы имеем перед собою, говорит Ленин в другом месте, в высшей степени неустойчивая, но все же несомненная, неоспоримая известная равновесие Надолго ли это, не знаю, и думаю, что этого знать нельзя И поэтому с нашей стороны нужна величайшая осторожность И первой заповедью нашей политики, первым уроком, вытекающим из нашей правительственной деятельности за год Уроком, который должны усвоить себе все рабочие и крестьяне Это, быть начеку, помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам Надо помнить, что от всякого нашествия, мы всегда на волоске Кажется ясно, как обстоит дело у товарища Зиновьева, насчет вопроса о победе социализма в одной стране Слушайте Под окончательной победой социализма, следует понимать, по крайней мере первое, уничтожение классов И стало быть, второе, упразднение диктатуры одного класса, в данном случае, диктатуры пролетариата Чтобы еще точнее уяснить себе, говорит дальше товарищ Зиновьев Как стоит вопрос у нас в СССР, в 1925 году, надо различать две вещи Первое, обеспеченная возможность строить социализм, такая возможность строить социализм, вполне, разумеется, может мыслиться и в рамках одной страны И второе, окончательное построение и упрочение социализма, то есть осуществление социалистического строя, социалистического общества Что все это может означать? А то, что под окончательной победой социализма в одной стране, товарищ Зиновьев, понимает не гарантию от интервенции и реставрации, а возможность построения социалистического общества Под победой же социализма в одной стране, товарищ Зиновьев, понимает такое строительство социализма, которое не может и не должно привести к построению социализма. Строительство на авось, без перспективы, строительство социализма, при невозможности построить социалистическое общество, такова позиция товарища Зиновьева. Строить социализм, без возможности построить его, строить, зная, что не построишь, вот до каких несообразностей договорился товарищ Зиновьев. Но это ведь издевка над вопросом, а не разрешение вопроса. А вот еще одно место, из заключительного слова товарища Зиновьева, на 14 партсъезде. Вы посмотрите, до чего, например, договорился товарищ Яковлев, на последней Курской губпортконференции. Можем ли мы в одной стране, спрашивает он, будучи окружены со всех сторон капиталистическими врагами, можем ли мы в таких условиях, в одной стране, построить социализм? И отвечает. На основе всего сказанного, мы вправе сказать, что мы не только строим социализм, но что мы, несмотря на то, что мы пока что одни, что мы пока единственная в мире советская страна, советское государство, мы этот социализм построим. Разве это ленинская постановка вопроса, разве здесь не отдает душком национальной ограниченности? Таким образом, по Зиновьеву выходит, что признать возможность построения социализма в одной стране, это значит стать на точку зрения национальной ограниченности, а отрицать такую возможность, значит стать на точку зрения интернационализма. Но если это верно, стоит ли вообще вести борьбу за победу над капиталистическими элементами нашего хозяйства? Но следует ли из этого, что такая победа невозможна? Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства, вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева. И эту несообразность, не имеющую ничего общего с ленинизмом, преподносит нам Зиновьев, как интернационализм, как стопроцентный ленинизм. Я утверждаю, что в важнейшем вопросе о строительстве социализма, товарищ Зиновьев, отходит от ленинизма, скатываясь на точку зрения меньшевика Суханова. Обратимся к Ленину. Вот что он говорит о победе социализма в одной стране, еще до Октябрьской революции, в августе 1915 года. Неравномерность экономического и политического развития, есть, безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможно победа социализма, первоначально в немногих, или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов, и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира. Привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости, даже с военной силой, против эксплуататорских классов и их государств. Что значит подчеркнутая фраза Ленина, организовав у себя социалистическое производство? Это значит, что пролетариат победившей страны, может и должен организовать у себя, после взятия власти, социалистическое производство. А что значит организовать социалистическое производство? Это значит построить социалистическое общество. Едва ли нужно доказывать, что это ясное и определенное положение Ленина, не нуждается в дальнейших комментариях. В противном случае, непонятны были бы призывы Ленина, ко взятию власти пролетариатам, в октябре 1917 года. Вы видите, что это ясное положение Ленина, как небо от земли, отличается от путаного и антиленинского положения товарища Зиновьева, о том, что мы можем строить социализм, в рамках одной страны, при невозможности построить его. Это было сказано Лениным, в 1915 году, до взятия власти пролетариатам. Но может быть, у него изменились взгляды после опыта взятия власти, после 1917 года? Обратимся к брошюре Ленина о кооперации, писанной в 1923 году. В самом деле, говорит Ленин, власть государства, на все крупные средства производства, власть государства, в руках пролетариата. Союз этого пролетариата, со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом, по отношению к крестьянству, и так далее. Разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали, как торгашескую, и которую с известной стороны, имеем право третировать теперь при НЭПе также, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества? Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения. Иначе говоря, мы можем и должны построить полное социалистическое общество, ибо мы имеем в своем распоряжении все необходимое и достаточное для этого построения Кажется, трудно выразиться яснее Сравните это классическое положение Ленина с антиленинской отповедью товарища Зиновьева против товарища Яковлева и поймете, что Яковлев только повторил слова Ленина о возможности построения социализма в одной стране, а Зиновьев, выступая против этого положения, бичуя товарища Яковлева, отошел от Ленина и стал на точку зрения меньшевика Суханова На точку зрения невозможности построения социализма в нашей стране, ввиду ее технической отсталости Неизвестно только, для чего же мы брали власть в октябре 1917 года, если не рассчитывали построить социализм Не надо было брать власть в октябре 1917 года, вот к какому выводу приводит внутренняя логика аргументации товарища Зиновьева Я утверждаю далее, что в важнейшем вопросе о победе социализма, товарищ Зиновьев, пошел против определенных решений нашей партии Зафиксированных в известной резолюции 14-й партконференции о задачах Коминтерна и РКБ, в связи с расширенным пленумом ИКИ Обратимся к этой резолюции Вот что сказано там, о победе социализма в одной стране Наличие двух прямо противоположных общественных систем вызывает постоянную угрозу капиталистической блокады, других форм экономического давления, вооруженной интервенции, реставрации Единственной гарантией окончательной победы социализма, то есть гарантией от реставрации, является, следовательно, победоносная социалистическая революция в ряде стран Ленинизм учит, что окончательная победа социализма, в смысле полной гарантии, от реставрации буржуазных отношений, возможно только в международном масштабе Из этого отнюдь не вытекает, что невозможна постройка полного социалистического общества, в такой отсталой стране, как Россия, без государственной помощи Более развитых в технико-экономическом отношении стран Вы видите, что резолюция трактует окончательную победу социализма, как гарантию от интервенции и реставрации, в полную противоположность трактовке товарища Зиновьева в его книге «Ленинизм» Вы видите, что резолюция признает возможность постройки полного социалистического общества, в такой отсталой стране, как Россия, без государственной помощи, более развитых в технико-экономическом отношении стран В полную противоположность обратному утверждению товарища Зиновьева в его отповеди против товарища Яковлева в заключительном слове на 14-м партсъезде Как назвать это, как не борьбой Зиновьева против резолюции 14-й партконференции? Конечно, партийные резолюции иногда не безгрешны Бывает, что партийные резолюции содержат ошибки Вообще говоря, можно предположить, что резолюция 14-й партконференции тоже содержит некоторые ошибки Возможно, что Зиновьев считает данную резолюцию ошибочной Но тогда об этом надо сказать ясно и открыто, как подобает большевику Однако, товарищ Зиновьев не делает этого почему-то Он предпочел избрать другой путь, путь тыловых атак, резолюции 14-й партконференции При замалчивании этой резолюции и при отсутствии какой бы то ни было открытой критики резолюции Товарищ Зиновьев думает, видимо, что этот путь лучше всего достигает цели А цель у него одна – улучшить резолюцию и немножечко подправить Ленина Едва ли нужно доказывать, что товарищ Зиновьев ошибся в своих расчетах Откуда проистекает ошибка товарища Зиновьева? Где корень этой ошибки? Корень этой ошибки заключается, по-моему, в уверенности товарища Зиновьева В том, что техническая отсталость нашей страны является непреодолимым препятствием построения полного социалистического общества Что пролетариат не может построить социализм ввиду технической отсталости нашей страны Товарищ Зиновьев и товарищ Каменев одно время пробовали выступить с этим аргументом На одном из заседаний ЦК партии перед апрельской партконференцией Но они получили отповедь и вынуждены были отступить, подчинившись формально противоположной точке зрения, точке зрения большинства ЦК Но подчинившись ей формально, Зиновьев все время продолжал борьбу с ней Вот что говорит об этом инциденте в ЦК ВКП, Московский комитет нашей партии, в своем ответе на письмо Ленинградской губпортконференции Не так давно, товарищи Каменев и Зиновьев, защищали в политбюро, ту точку зрения, будто бы мы не сможем справиться с внутренними трудностями, из-за нашей технической и экономической отсталости, если только нас не спасет международная революция Мы же, вместе с большинством ЦК, думаем, что мы можем строить социализм, строим и построим его, несмотря на нашу техническую отсталость и вопреки ей Мы думаем, что это строительство будет идти, конечно, гораздо медленнее, чем в условиях мировой победы, но тем не менее мы идем и будем идти вперед Мы точно так же полагаем, что точка зрения товарищей Каменева и Зиновьева выражает неверие во внутренние силы нашего рабочего класса и идущих за ним крестьянских масс Мы полагаем, что она есть отход от ленинской позиции Этот документ появился в печати во время первых заседаний 14-го партсъезда Товарищ Зиновьев, конечно, имел возможность выступить против этого документа еще на съезде Характерно, что у товарищей Зиновьева и Каменева не нашлось аргументов против этого тяжкого обвинения, выставленного против них Московским комитетом нашей партии Случайно ли это? Я думаю, что не случайно Обвинение, видимо, попало в цель Товарищ Зиновьев и товарищ Каменев ответили на это обвинение молчанием потому, что нечем было его крыть Новая оппозиция обижается, что Зиновьева обвиняют в неверии в дело победы социалистического строительства в нашей стране Но если товарищ Зиновьев, после целого года обсуждения вопроса о победе социализма в одной стране, после того как точка зрения товарища Зиновьева была отвергнута политбюро ЦК, апрель 1925 год После того как сложилось уже определенное мнение партии по этому вопросу, зафиксированное в известной резолюции 14 партконференции, апрель 1925 год Если после всего этого, Зиновьев, решается выступить в своей книге «Ленинизм» сентябрь 1925 год, против точки зрения партии, если он потом повторяет это выступление на 14 съезде, то как объяснить все это? Это упорство, эту настойчивость, в отстаивании своей ошибки, как не тем, что товарищ Зиновьев заражен, безнадежно заражен неверием в дело победы социалистического строительства в нашей стране Товарищу Зиновьеву угодно трактовать это свое неверие, как интернационализм Но с каких это пор отход от ленинизма, в кардинальном вопросе ленинизма, стал трактоваться у нас как интернационализм? Не вернее ли будет сказать, что не партия, а товарищ Зиновьев, грешит здесь против интернационализма и международной революции? Ибо что такое наша страна, строящегося социализма, как не база мировой революции? Но может ли она быть настоящей базой мировой революции, если она не способна построить социалистическое общество? Может ли она остаться тем величайшим притягательным центром для рабочих всех стран, каким она, несомненно, является теперь? Если она не способна добиться у себя победы над капиталистическими элементами нашего хозяйства, победы социалистического строительства? Я думаю, что не может Но не следует ли из этого, что неверие в победу социалистического строительства, проповедь этого неверия, ведет к развенчанию нашей страны, как база мировой революции, развенчание нашей страны, ведет к ослаблению мирового революционного движения? Чем отпугивали от нас рабочих социал-демократы? Проповедью о том, что у русских ничего не выйдет Чем мы бьем теперь социал-демократов, привлекая к себе целые вереницы рабочих делегаций и укрепляя тем самым позиции коммунизма во всем мире? Нашими успехами по строительству социализма Но разве не ясно после этого, что кто проповедует неверие в наши успехи по строительству социализма, тот помогает косвенно социал-демократам? Тот ослабляет размах международного революционного движения, тот неизбежно отходит от интернационализма Вы видите, что с интернационализмом товарища Зиновьева, дело обстоит ничуть не лучше, чем с его стопроцентным ленинизмом в вопросе о строительстве социализма в одной стране Поэтому 14-й партсъезд поступил правильно, определив взгляды новой оппозиции, как неверие в дело строительства социализма и извращение ленинизма 7. Борьба за победу социалистического строительства Я думаю, что неверие в победу социалистического строительства является основной ошибкой новой оппозиции Ошибка эта является, по-моему, основной потому, что из нее проистекают все остальные ошибки новой оппозиции Ошибки новой оппозиции по вопросу о НЭПе, о госкапитализме, о природе нашей социалистической промышленности, о роли кооперации при диктатуре пролетариата, о методах борьбы с кулачеством О роли и удельном весе среднего крестьянства Все эти ошибки являются производными от основной ошибки оппозиции, от неверия в возможность построения социалистического общества силами нашей страны Что такое неверие в победу социалистического строительства в нашей стране? Это есть, прежде всего, отсутствие уверенности в том, что основные массы крестьянства могут втянуться в силу известных условий развития нашей страны в дело социалистического строительства Это есть, во-вторых, отсутствие уверенности в том, что пролетариат нашей страны, имеющий в своем распоряжении командные высоты народного хозяйства, способен втянуть основные массы крестьянства в дело социалистического строительства Из этих положений исходит молчаливо оппозиция в своих построениях, о путях нашего развития, все равно, делает ли она это сознательно или бессознательно Можно ли втянуть основную массу советского крестьянства в дело социалистического строительства? В брошюре об основах ленинизма имеются на этот счет два основных положения Первое, нельзя смешивать крестьянство Советского Союза с крестьянством Запада Крестьянство, прошедшее школу трех революции, боровшееся против царя и буржуазной власти, вместе с пролетариатом и во главе с пролетариатом Крестьянство, получившее землю и мир из рук пролетарской революции и ставшее в виду этого резервом пролетариата Это крестьянство, не может не отличаться от крестьянства, боровшегося во время буржуазной революции, во главе с либеральной буржуазией, получившего землю из рук этой буржуазии и ставшего в виду этого резервом буржуазии Едва ли нужно доказывать, что советское крестьянство, привыкшее ценить политическую дружбу и политическое сотрудничество с пролетариатом и обязанное своей свободой этой дружбе и этому сотрудничеству Не может не составлять исключительно благоприятный материал для экономического сотрудничества с пролетариатом Второе, нельзя смешивать сельское хозяйство России с сельским хозяйством Запада Там развитие сельского хозяйства идет по обычной линии капитализма, в обстановке глубокой дифференциации крестьянства С крупными имениями и частно-капиталистическими латифундиями на одном полюсе, с пауперизмом, нищетой и наемным рабством на другом Там распад и разложение в виду этого вполне естественны Не то в России У нас развитие сельского хозяйства не может пойти по такому пути, хотя бы потому, что наличие советской власти и национализация основных орудий и средств производства не допускают такого развития В России, развитие сельского хозяйства должно пойти по другому пути, по пути кооперирования миллионов мелкого и среднего крестьянства, по пути развития в деревне массовой кооперации, поддерживаемой государством, в порядке льготного кредитования Ленин правильно указал в статьях о кооперации, что развитие сельского хозяйства у нас должно войти по новому пути, по пути вовлечения большинства крестьян в социалистическое строительство через кооперацию По пути постепенного внедрения в сельское хозяйство начал коллективизмом сначала в области сбыта, а потом в области производства продуктов сельского хозяйства Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство крестьянства охотно станет на этот новый путь развития, отбросив прочь путь частно-капиталистических латифундий и наемного рабства, путь нищеты и разорения Правильны ли эти положения? Я думаю, что оба эти положения являются правильными и неоспоримыми для всего нашего строительного периода в условиях НЭПа Они являются лишь выражением известных тезисов Ленина о смычке пролетариата и крестьянства, о включении крестьянских хозяйств в систему социалистического развития страны О том, что пролетариат должен двигаться к социализму вместо с основными массами крестьянства О том, что кооперирование миллионных масс крестьянства является столбовой дорогой социалистического строительства в деревне, что при росте нашей социалистической индустрии простой рост кооперации для нас тождественен с ростом социализма В самом деле, по какому пути, может и должно пойти развитие крестьянского хозяйства в нашей стране? Крестьянское хозяйство не есть капиталистическое хозяйство Крестьянское хозяйство, если взять подавляющее большинство крестьянских хозяйств, есть хозяйство мелкотоварное А что такое мелкотоварное крестьянское хозяйство? Это есть хозяйство, стоящее на распутье между капитализмом и социализмом Оно может развиться, и в сторону капитализма, как это происходит теперь в капиталистических странах, и в сторону социализма, как это должно произойти у нас, в нашей стране, при диктатуре пролетариата Откуда такая неустойчивость, несамостоятельность крестьянского хозяйства? Чем ее объяснить? Объясняется она распыленностью крестьянских хозяйств, их неорганизованностью, их зависимостью от города, от индустрии, от кредитной системы От характера власти в стране, наконец, тем общеизвестным положением, что деревня идет и должна идти за городом, как в материальном, так и в культурном отношении Капиталистический путь развития крестьянского хозяйства, означает развитие через глубочайшую дифференциацию крестьянства, с крупными латифундиями, на одном полюсе, и массовым обнищанием, на другом полюсе Такой путь развития, является неизбежным в капиталистических странах, потому что деревня, крестьянское хозяйство, находится в зависимости от города, от индустрии, от концентрированного кредита в городе От характера власти, а в городе царит буржуазия, капиталистическая промышленность, капиталистическая кредитная система, капиталистическая государственная власть Обязателен ли этот путь развития крестьянских хозяйств, в нашей стране, где город имеет совершенно другой облик, где индустрия находится в руках пролетариата Где транспорт, кредитная система, государственная власть и так далее, сосредоточены в руках пролетариата, где национализация земли, является всеобщим законом в стране Конечно, не обязателен Наоборот Именно потому, что город является руководителем деревни, а в городе царит у нас пролетариат, держащий в руках все командные высоты народного хозяйства Именно поэтому крестьянские хозяйства, должны пойти в своем развитии, по другому пути, по пути социалистического строительства Что это за путь? Это есть путь массового кооперирования миллионов крестьянских хозяйств, по всем линиям кооперации, путь объединения распыленных крестьянских хозяйств вокруг социалистической индустрии Путь насаждения начал коллективизма среди крестьянства, сначала по линии сбыта продуктов земледелия и снабжения крестьянских хозяйств, городскими изделиями, а потом по линии сельскохозяйственного производства И чем дальше, тем больше этот путь становится неизбежным в обстановке диктатуры пролетариата, ибо кооперирование по линии сбыта, кооперирование по линии снабжения, наконец, кооперирование по линии кредита и производства, сельхозтоварищества, является единственным путем подъема благосостояния деревни, единственным средством спасения широких масс крестьянства от нищеты и разорения. Говорят, что крестьянство у нас не социалистично по своему положению, что ввиду этого оно не способно к социалистическому развитию. Это, конечно, верно, что крестьянство не социалистично по своему положению. Но это не есть аргумент против развития крестьянских хозяйств, по пути социализма, если доказано, что деревня идет за городом, а в городе командует социалистическая промышленность. Во время Октябрьской революции, крестьянство тоже не являлось социалистическим по своему положению, и оно вовсе не хотело установить в стране социализм. Оно добивалось тогда, главным образом, ликвидации помещичьей власти и окончания войны, установления мира. Тем не менее, оно пошло тогда за социалистическим пролетариатом. Почему? Потому что свержение буржуазии и взятие власти социалистическим пролетариатом явилось тогда единственным путем выхода из империалистической войны, единственным путем установления мира. Потому что других путей не было тогда и не могло быть. Потому что нашей партии удалось тогда нащупать, найти ту степень соединения и подчинения специфических интересов крестьянства, свержения помещика. Мир, общим интересам страны, диктатура пролетариата, которая оказалась приемлемой и выгодной для крестьянства. И крестьянство, несмотря на его несоциалистичность, пошло тогда за социалистическим пролетариатом. То же самое нужно сказать, о социалистическом строительстве в нашей стране, о вовлечении крестьянства в русло этого строительства. Крестьянство несоциалистично по своему положению. Но оно должно стать, и обязательно станет, на путь социалистического развития, ибо нет, и не может быть других путей спасения крестьянства от нищеты и разорения, кроме смычки с пролетариатом. Кроме смычки с социалистической промышленностью, кроме включения крестьянского хозяйства в общее русло социалистического развития, через массовое кооперирование крестьянства. Почему именно через массовое кооперирование крестьянства? Потому что в массовом кооперировании, мы нашли ту степень соединения частного интереса, частно-торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, Ленин. Которая является приемлемой и выгодной для крестьянства, и которая обеспечивает пролетариату, возможность вовлечения основной массы крестьянства, в дело социалистического строительства. Именно потому, что крестьянству выгодно организовать сбыт своих товаров, и снабжение своего хозяйства, машинами через кооперацию, именно поэтому оно должно пойти, и оно пойдет, по пути массового кооперирования. А что означает массовое кооперирование крестьянских хозяйств, при главенстве социалистической промышленности? Оно означает отход мелкотоварного крестьянского хозяйства, от старого капиталистического пути, чреватого массовым разорением крестьянства, и переход на новый путь развития, на путь социалистического строительства. Вот почему борьба за новый путь развития крестьянского хозяйства, борьба за вовлечение основной массы крестьянства, в дело строительства социализма, является очередной задачей нашей партии. 14-й съезд ВКП поступил поэтому правильно, постановив, что Основной путь строительства социализма в деревне, заключается в том, чтобы при возрастающем экономическом руководстве, со стороны социалистической госпромышленности, государственных кредитных учреждений, и других командных высот, Находящихся в руках пролетариата, вовлечь в кооперативную организацию, основную массу крестьянства, и обеспечить этой организации социалистическое развитие, используя, преодолевая и вытесняя капиталистические ее элементы. Глубочайшая ошибка новой оппозиции, состоит в том, что она не верит в этот новый путь развития крестьянства, не видит или не понимает всей неизбежности этого пути, в условиях диктатуры пролетариата. А не понимает она этого потому, что не верит в победу социалистического строительства в нашей стране, не верит в способность нашего пролетариата, повести за собой крестьянство, по пути к социализму. Отсюда непонимание двойственного характера НЭПа, преувеличение отрицательных сторон НЭПа, и трактовка НЭПа, как отступление по преимуществу. Отсюда преувеличение роли капиталистических элементов нашего хозяйства, и преуменьшение роли рычагов нашего социалистического развития, социалистическая промышленность, кредитная система, кооперация, власть пролетариата, и так далее. Отсюда непонимание социалистической природы, нашей государственной промышленности, и сомнение в правильности кооперативного плана Ленина. Отсюда раздувание дифференциации в деревне, паника перед кулаком, преуменьшение роли середняка. Попытки сорвать политику партии, по обеспечению прочного союза с середняком, и вообще, метание из стороны в сторону в вопросе о политике партии в деревне. Отсюда непонимание той громадной работы партии, по вовлечению миллионных масс рабочих и крестьян, в строительство промышленности и сельского хозяйства, в оживленной кооперации и советов, в управление страной. В борьбу с бюрократизмом, в борьбу за улучшение и переделку нашего государственного аппарата, которое знаменует собой новую полосу развития, и без которой немыслимо никакое социалистическое строительство. Отсюда безнадежность и растерянность перед трудностями нашего строительства, сомнения в возможности индустриализации нашей страны, пессимистическая болтовня о перерождении партии, и так далее. У них, у буржуа, все обстоит более или менее хорошо, у нас же, у пролетариев, более или менее плохо, если не подоспеет с запада революция, пропало наше дело. Таков общий тон новой оппозиции, являющийся, по-моему, тоном ликвидаторским, но для чего-то выдаваемой оппозицией, должно быть, для потехи, за интернационализм. НЭП есть капитализм, говорит оппозиция. НЭП есть отступление по преимуществу, говорит товарищ Зиновьев. Все это, конечно, неверно. На самом деле, НЭП есть политика партии, допускающая борьбу социалистических и капиталистических элементов, и рассчитанная на победу социалистических элементов над элементами капиталистическими. На самом деле, НЭП, только начался отступлением, но он рассчитан на то, чтобы в ходе отступления, произвести перегруппировку сил, и повести наступление. На самом деле, мы наступаем уже несколько лет, и наступаем с успехом, развивая нашу индустрию, развивая советскую торговлю, тесня частный капитал. Но каков смысл тезиса, НЭП есть капитализм, НЭП есть отступление по преимуществу. Из чего исходит этот тезис? Он исходит из неправильного предположения о том, что у нас происходит теперь простое восстановление капитализма, простой возврат капитализма. Только этим предположением, можно объяснить сомнения оппозиции, насчет социалистической природы нашей промышленности. Только этим предположением, можно объяснить панику оппозиции перед кулаком. Только этим предположением, можно объяснить ту поспешность, с которой ухватилась оппозиция, за неправильные цифры о дифференциации крестьянства. Только этим предположением можно объяснить особую забывчивость оппозиции насчет того, что середняк является у нас центральной фигурой земледелия. Только этим предположением можно объяснить недооценку удельного веса середняка и сомнения насчет кооперативного плана Ленина. Только этим предположением можно обосновать, не веря новой оппозиции, в новый путь развития деревни, в путь вовлечения деревни в социалистическое строительство. На самом деле у нас происходит теперь не односторонний процесс восстановления капитализма, а двусторонний процесс развития капитализма и развития социализма. Противоречивый процесс борьбы элементов социалистических с элементами капиталистическими, процесс преодоления элементов капиталистических элементами социалистическими. Это одинаково неоспоримо как для города, где базой социализма является государственная промышленность, так и для деревни, где основной зацепкой социалистического развития является массовая кооперация, смыкаемая с социалистической промышленностью. Простое восстановление капитализма невозможно хотя бы потому, что власть у нас пролетарская, крупная промышленность, в руках пролетариата, транспорт и кредит, находятся в распоряжении пролетарского государства Дифференциация не может принять прежних размеров, середняк остается основной массой крестьянства, а кулак не может возыметь прежнюю силу, хотя бы потому, что земля у нас национализирована, она изъята из обращения А наша торговая, кредитная, налоговая и кооперативная политика направлена на то, чтобы ограничить эксплуататорские стремления кулачества, поднять благосостояние широчайших масс крестьянства и выравнивать крайности в деревне Я уже не говорю о том, что борьба с кулачеством, идет у нас теперь не только по старой линии, но линии организации бедноты против кулачества Но и по новой линии, по линии укрепления союза пролетариата и бедноты, с середняцкими массами крестьянства, против кулака Тот факт, что оппозиция не понимает смысла и значения борьбы с кулачеством по этой второй линии, этот факт, лишний раз подтверждает Что оппозиция сбивается на старый путь развития деревни, на путь ее капиталистического развития, когда кулак и беднота, составляли основные силы деревни, а середняк вытеснялся Кооперация, есть разновидность государственного капитализма, говорит оппозиция, ссылаясь при этом на продналог Ленина, ввиду чего она не верит в возможность использования кооперации, как основной зацепки для социалистического развития Оппозиция и здесь допускает грубейшую ошибку Такая трактовка кооперации была достаточно и удовлетворительна в 1921 году, когда был написан продналог, когда у нас не было развитой социалистической промышленности Когда Ленин мыслил госкапитализм, как возможную основную форму нашего хозяйствования, а кооперацию рассматривал в сочетании с госкапитализмом Но эта трактовка теперь уже недостаточно и превзойдена историей, ибо с тех пор времена изменились, социалистическая промышленность у нас развилась Госкапитализм не привелся в той степени, в какой это было желательно, а кооперация, охватывающая теперь более десятка миллионов членов, стала смыкаться с социалистической индустрией Чем же иначе объяснить тот факт, что уже спустя два года после продналога, в 1923 году, Ленин стал рассматривать кооперацию по-другому, считая, что кооперация в наших условиях, сплошь да рядом, совершенно совпадает с социализмом Чем иначе это объяснить, как не тем, что за эти два года, социалистическая промышленность, успела уже вырасти, госкапитализм же не привелся в должной степени Ввиду чего Ленин стал рассматривать кооперацию, уже не в сочетании с госкапитализмом, а в сочетании с социалистической промышленностью Изменились условия развития кооперации Должен был измениться и подход к вопросу о кооперации Вот, например, одно замечательное место из брошюры Ленина о кооперации, 1923 год, проливающая свет на этот вопрос В этой маленькой цитате разрешены два больших вопроса Во-первых, вопрос о том, что наш существующий строй не есть госкапитализм Во-вторых, вопрос о том, что кооперативные предприятия, взятые в сочетании с нашим строем, не отличаются от предприятий социалистических Я думаю, что трудно выразиться яснее А вот еще одно место из той же брошюры Ленина Простой рост кооперации для нас тождественен, с указанным выше небольшим исключением, с ростом социализма И вместе с этим, мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм Очевидно, что в брошюре о кооперации, мы имеем дело с новой оценкой кооперации Чего не хочет признать новая оппозиция, и что она старательно замалчивает, вопреки фактам, вопреки очевидной истине, вопреки ленинизму Одно дело, кооперация, взятая в сочетании с госкапитализмом, и другое дело, кооперация, взятая в сочетании с социалистической промышленностью Из этого, однако, нельзя делать того вывода, что между продналогом и брошюрой о кооперации лежит пропасть Это, конечно, неправильно Достаточно сослаться, например, на следующее место в продналоге, чтобы сразу уловить неразрывную связь между продналогом и брошюрой о кооперации в вопросе об оценке кооперации Вот оно Переход от концессии к социализму, есть переход от одной формы крупного производства, к другой форме крупного производства Переход от кооперации мелких хозяйчиков к социализму, есть переход от мелкого производства к крупному, то есть переход более сложный, но зато способный охватить, в случае успеха, более широкие массы населения Способный вырвать более глубокие и более живучие корни старых, досоциалистических, даже докапиталистических отношений, наиболее упорных в смысле сопротивления всякой новизне Из этой цитаты, видно, что Ленин еще во время продналога, когда не было еще у нас развитой социалистической индустрии Считал возможным превращение кооперации в случае успеха, в могучее средство борьбы против досоциалистических, а значит, и против капиталистических отношений Я думаю, что это именно мысль и послужила впоследствии отправной точкой для его брошюры о кооперации Но что из всего этого следует? А из этого следует, что новая оппозиция подходит к вопросу о кооперации не по-марксистски, а метафизически Она рассматривает кооперацию не как историческое явление, взятое в сочетании с другими явлениями, в сочетании, скажем, с госкапитализмом в 1921 году Или социалистической промышленностью в 1923 году, а как нечто постоянное и раз навсегда данное, как вещь в себе Отсюда ошибки оппозиции по вопросу о кооперации Отсюда ее неверие в развитие деревни, к социализму через кооперацию Отсюда сворачивание оппозиции на старый путь, на путь капиталистического развития деревни Такова в общем позиция новой оппозиции в практических вопросах социалистического строительства Вывод 1 Линия оппозиции, поскольку есть у нее линия, колебания и шатания оппозиции, ее неверие и растерянность перед трудностями, ведут к капитуляции перед капиталистическими элементами нашего хозяйства Ибо, если НЭП, есть отступление по преимуществу, если социалистическая природа государственной промышленности подвергается сомнению, если кулак почти что всесилен, на кооперацию мало надежды, роль середняка прогрессивно не дает Новый путь развития деревни сомнителен, партия почти что перерождается, а революция с запада еще не так близка То, что остается после всего этого, в арсенале у оппозиции, на что она рассчитывает в борьбе с капиталистическими элементами нашего хозяйства Нельзя же идти в бой с одной лишь философией эпохи Ясно, что арсенал новой оппозиции не завиден, если вообще можно назвать его арсеналом Этот арсенал не для борьбы Тем более он не для победы Поэтому 14-й съезд партии поступил совершенно правильно, постановив, что борьба за победу социалистического строительства в СССР является основной задачей нашей партии, что одним из необходимых условий Для разрешения этой задачи является борьба с неверием в дело строительства социализма в нашей стране и с попытками рассматривать наши предприятия, являющиеся предприятиями последовательно-социалистического типа Как предприятия государственно-капиталистические, что такие идейные течения, делая невозможным сознательное отношение масс к строительству социализма вообще и социалистической промышленности в частности Способны лишь затормозить рост социалистических элементов хозяйства и облегчить борьбу с ними со стороны частного капитала, что съезд считает поэтому необходимой широкую воспитательную работу для преодоления этих извращений ленинизма Историческое значение 14-го съезда, ВКП, состоит в том, что он сумел вскрыть до корней ошибки новой оппозиции, отбросил прочее неверие и хныканье Ясно и четко наметил путь дальнейшей борьбы за социализм, дал партии перспективу победы и вооружил тем самым пролетариат, несокрушимой верой, в победу социалистического строительства Подготовлено товарищами рабочий класс